Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Ленина. Вновь пришел замечательный советский актер, народный артист России Юрий Владимирович Назаров. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Но если кто смотрел нашу предыдущую программу, то она была посвящена детству, юности, отрочеству нашего сегодняшнего гостя, его родителям, его дедушке, бабушке, его учителям и его учебе в знаменитой Щуке, в Щукинском театральном училище при Академическом театре имени Евгения Вахтангела. Мы старики Щукой не любим, когда называют Щукинской. Щука, щепка, амикошонство. Амикошонство, да? Да. Ну вот мы люди не театральные, поэтому мы почему-то называем ее Щуку. Видите, вот меня попрали, я думаю, что это правильно, потому что альма-матор есть альма-матор. Да нет, а потом это живые люди были, это гениальные люди были, и Борис Васильевич Щукин, и Михаил Семенович Щепкин был, я тут недавно его портрет, где-то Белгородская область, где-то там какой-то масонский круглый, чего-то такое, понимаете, там портрет молодого Щепкина, он там где-то земляк был, глаз не оторвешь, умница, а чего-то светится душа, и разум светится из глаз, понимаете? Вот, только я вот это... Вы уже отобрали у меня в свое время телефон, я его здесь сфотографировал. Ну да, да, уже прошло сколько лет. Это про уважение к нашим учителям. И вот мы остановились, или закончили прошлую программу на том, как вот Юрий Владимирович учился в театральном училище. Зачем учился? Да, зачем и почему. Кто был его однокашниками, кто был его учителями. И как вам по окончании училища поступило вот это совершенно неожиданное для вас предложение, сняться в главной роли? Ну, оно не первое было, потому что в кино-то мы снимались, я в 1994 году как поступил, так в массовках я постоянно, понимаете, там вот. И потом, поскольку мы Люция Людвиговна Хременко, она работала с первой испытанием верности Иван Александрович Пырьев, понимаете, вот. И потом у ассистентов массфильмовских мы были вот целая бригада тех, которые нормально работают, на которых можно положиться, которые всегда... Там были рассказы о Ленине, это первые слова там какие-то сказал, понимаете, вот. И решил свою роль, я решил, как, понимаете, там, он Ленин, вот как это было, я сперва узнал, он Ленин! Вот. А сценарий мне где-то уже после, я вот не помню, нет, к четвертому курсу куда-то, или со второго. В общем, сценарий давали, понимаете. Первый сценарий был «Исправленному верить», ну, туда этот самый Володя... Гусев. Гусев, Гусев, правильно, вот, меня это обошло. Там Георгий Ржонов играл следователя, а он играл, как бы, вот этого главного героя. Да-да-да-да, там Одесса, там Порт, да-да-да-да-да. А второй сценарий был Чухраевский... Баллада о солдате. Ну, тогда всех перепробовали, понимаете. Всех перепробовали, меня в том числе. И Игорь Охлупин тоже туда пробовался. Это на главную роль или вообще? На главную, на главную, на главную. Причем там начал сниматься Стриженов, Слия Лешникова и нашей Щукинской. Потом, значит, что-то они взрословатое оказались и заменили их совсем на молодежь уже. Володя Ивашов, Жан Прохоренко. Это уже были, так сказать, ниже нас на пару или на три-четыре курса ниже. В общем, не первый сценарий, но вот попал, вот как раз, вот я вот это самое, руководил своими этими самыми, там, гонял первокурсников, там, я говорю, Люду Чурсину в том числе, понимаете. И вот сценарий и получилось. А кто снимал этот фильм? Лев Николаевич Сааков. Сааков, да? Сааков, который прошел фронт, он был начальником этих операторских групп. И вот Юрий Васильевич Бондарев, он еще не был никаким ни лауреатом, ничего, понимаете, просто, просто толковая, военная, понимаете, вся... Проза. Точная. Как ее называли, лейтенантская проза. Ну, там, как ни назови, она была правильная и праведная, понимаете. И вот мы ее, так сказать, старались изо всех наших, какие были силенки, так сказать. А вам вообще работа в этом фильме понравилась? С кем вы там снимались? Там Миш Казаков был, да. А потом, вот после этого фильма, к вам пришла такая известность, да? Да не, сразу пошло, я не успел закончить, меня уже взяли на студию Горького, значит, это самое. Штатным актером, да? Нет, не штатным, в картину, в картину, да. А, в картину, да? Картина, это Гурин, в трудный час она называлась. Мой друг, интеллигент, остряк, лауреат Ленинской премии, вот ушелший, он прислал мне телеграмму, посмотрел в трудный час, вкралась ошибочка. Это было два трудных часа. А, то есть тяжелые, да? Меня подковырнул, да. Подколол, да. Подколол, да. А картина нормальная, картина для дружеского, так сказать, подкалывания. Вот, и потом как-то пошло-поехало подряд, 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 ну, не, 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 вот самые главные роли не всегда были. Я, так сказать, при всей скромности, я, так сказать, не выеживался, так сказать, что как-то не по мне вроде роли. Нет, годится, годится, ураг. Одна из любимейших ролей моих снималась, ну, главное, снималась один день, ну, и там еще досъемка какая-то мелкая была. Это Юрий Павлович Егоров «За облаками неба». Где в роли, понимаете, вот Муторковского, Кончаловского, они были пасьянс раскладывали, они брали фотографии, вот, кто куда годится, понимаете. И вот тут у Юрия Павловича тоже была, там команда, там три главных героя, вот. В общем, команда получилась младшая. А поскольку как-то я там задели, и мне досталась роль сбитого летчика, безногого, где-то такое, в общем, мужа этой самой героини, то, что играла Лариса Маливанна с Геной Сайфулиным, вот. Вот. И муж, который, в общем... Там Никоненко, по-моему, играл. Никоненко, да, Ясулович, Гена Сайфулин, вот, троица, понимаете. А я вот этого самого сбитого мужа, вот. И очень одна из... Вот там, где я, и где мы с Юрием Павловичем Егоровым, что-то я, что-то он принял мое, причем принял не в разговорах, не в этой, не в... А как я сделал там? Какое-то слово я не так произнесу. А что, пущай, понимаете. Вот. То есть он вот эти импровизации как бы поощрял, да? Да как вам сказать? У меня там много было каких-то предложений. Нет, это будет, нет, нет, будешь вот так, вот как написано. Я говорю, ой, мне вот тут мешает, я можно уберу? Нет, не убери, вот попробуй тут, помучайся. А это ничего, откуда-то вылетело слово, да пёс, не пущай будет, понимаете. Вот там, вот. И вот одна из драгоценнейших моих работ. Всего-навсего один день, понимаете. Вот. И там, в общем, к исполнению у меня претензии есть, там можно было что-то поточнее, поярче. Но то, что решена была роль, а роль должна быть решена, что в нем главное, что... Ну, это долго рассказывать и, понимаете, там... Это все 60-е годы, да? Вторая половина? Ну, где-то, да, да. И вот тогда же, во второй половине 60-х, у вас историческая встреча с Тарковским и работа в Андрее Рублеве. А вот Тарковский, понимаете, когда... 54-й год, это год поступления и Тарковского, и Шукшина, и вот мы поступали. Может, пересекались, даже не знали, кто там был, откуда, мало ли, там в сапогах кто-то ходит, понимаете. Ну, да. Вот, а потом, когда, поскольку они 5 с лишним лет учились, а мы 4 года, я вот мои полтора года, которые я пробегал, изучая жизнь... А, понятно. Вот, и как раз я... А на выходе вы оказались вместе. Да, и, в общем, короче говоря, Андрей Арсеньевич видел последние залпы. И он меня пригласил пробоваться еще в Иваново детство, то, что... Ну, я, в общем, как-то чем-то я его зацепил, понимаете. Вот, и он меня пробовал на этого, то, что... Как его сыграл? Зубков? Зубков, да. Тоже сыграл Зубков. Ну, Зубков, он шикарнее и взрослее, и там все нормально, понимаете. Ну, Тарковский, понимаете, меня не забыл. И пригласил в Рублева. Вот. И с Рублевым то же самое было. Я, значит, дали сценарий почитать. Пришел, ну, как сценарий? Я говорю, ну, сценарий велик. А сценарий писал, по-моему, они сами писали, плюс там Савва Емчуков, да? Нет, Савва потом был консультантом. А, консультантом. А писали они с Андроном. А, с Андроном. С Андроном писали, да. Туда-сюда, сколько там не вошло, туда-сколько... Но поскольку они так глубоко погрузились, понимаете, что... И жили этим. Ну, я не знаю, как про Андрона. Я знаю, что Андрон заезжал, так сказать, пару раз, мелькнул. А в основном-то Андрей был. А снимали вы где? В Суздале? Во Владимире? Суздаль, Владимир, Псков, Изборск и вот все эти. Вот. Ну, насколько были глубоко погружены, то вот, например, ну, я не знаю, сперва я скажу, что я прочел, и, конечно, я подозревал, что никакого там Рублева меня не касается. А, то есть они, когда дают сценарий, они не говорят на кого, да? Ну, все по-разному. А, по-разному. Все по-разному, и все индивидуально. Вот. Мне дали сценарий почитать. Я пришел сроду, я какой-то, я небритый был по прическу, у меня чего-то куда. Вот. Вот так вот это самое Виханский, Саша Виханский был ассистентом на чего-то такое. Вот поснимай его. Поснимали, я еще в черной рубахе. Вот они раскладывали пассианс. Куда вот эту рожу? А, понятно. Вот. Куда вот ее? Вот. И говорят, ну, кого хотел бы сыграть? Ну, не знаю, мужика кон. Ну, как я там? Там солдат, тут мужика. Вот. Ну, а что так мало? Я говорю, ну, Бориска хорошая роль. Это, которую Бурляев потом играл? Да, да. Я-то считаю, что это два автопортрета духовных Андрей Рублев и Бориска. Да. Причем они оба ногти грызут, как Андрей сам грыз. И тот, и другой. Творцы, понимаете, когда вот муки творчества, там, вот что он показывал. Да как показывал, слава тебе Господи. Вот. А потом, когда они вот это пассианство разложили, и вот предложили этих самых... Братьев-князей. Братьев-князей, да. Ну, от Тарковского как-то я не знаю, кто бы там отказывался, когда он приглашал. Да, да, да. Вот. Ну, князей, да князей. Да я их не заметил, там они нужны мне, князья были. Про чем там? Не про князей в основном-то. Вот. Ну, князей, да князей. И старались. Причем, значит, Андрей хотел, чтобы рожа-то одна была, чтобы глазные голоса были. А Игорь Дмитриевич, вот он. Зачем, он не артист, что ли, не сыграет? Ну, в общем, сыграл я и того, и другого. Вообще, такой яркий образ, причем такой, суки-то они такие редкие по-русски говорили. Да, да. А, в общем, все это... Причем там, это самое... Сколько было у Андрея вот сцена, которую где-то мне уже рассказывали, я уже не помню, кто за границей, где-то, чуть не в Испании. Говорят, вот там у вас вот есть фильм, где там, понимаете, вот суть эта самая тридневековая. Там, когда князь, значит, мирится и на ножку другому наступает. На ножку другому наступает, это было рождено на площадке прямо. Это никакой, понимаете, там мирится все, а как мириться? Причем я до сих пор не знаю. Мы ведь эту самую, как сказать, ну, церковные все эти самые обычаи-то мы не знали. Надо бы перекреститься перед тем, как крест целовать, а я целую не крестясь. А может быть и в этом, понимаете, суть, понимаете, это самое, то, что не очень-то он мирится, понимаете? Ну, понятно, понятно. Вот. И когда, значит, как его, Юрк тоже, Поляков, я не помню, он это самое, постановщик был, который, значит, когда мы вместе. Ну, на комбинированные съемки. Комбинированные съемки. Говорит, что на инфраэкране, когда, понимаете, два, один только реагирует, потом эту маску заменяют, и на том, чтобы он, вот, сняли первый план, понимаете, а это оставили свободно. Ну, понятно, понятно. Вот, а потом переставили, это закрыло, и то добавили. И поэтому на экране я, потому что даже наши, ну, артисты наши, понимаете, а это вот князя, кто играл, я говорю, я, фу, а того, кто, я говорю, тоже я. А они вдвоем две моих рожи, понимаете? Ну, понятно. Вот. А вот это вот, когда на ножку-то наступить, когда мы, значит, обнимаемся, целуемся, крест поцеловал, целуемся, вот, и что-то Андрею скучно показал, ну-ка, наступи ему на ногу, а ты повнимай ногу, понимаете, это родилось. Ну, это не могло не родиться, потому что Андрей там с потрохами был. Подождите, подождите, а с кем вы целовались-то? Вот я говорю, этот самый, постановщик. А, комбинированных съемок вот этих. Нет, постановщик, просто он, он там на коне скачет, где-то машет топором. А, понятно, понятно, понятно. Юра, 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 как, Поляков, не Поляков, вот не помню. Ну, то есть я понял, да, один из членов... Ну, когда, когда спиной, то он, понимаете, лицом я, а спиной он, когда, когда, когда мое лицо нужно в кадре еще от второго брата. Вот. И вот эту самую вот сделали. Ну, как он ему опять, с пустым местом, это вот самая жуткая съемка была, понимаете, когда можно с партнером, можно общаться, можно общаться со стулом, с точкой, там с чем-то, а вот с пустым местом, где вот это что-то движется, а я никто не движется. Ну, понятно, да. Вот. Ну, и Вася, 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 по-моему, Васька, пёс, держись рядом, я ему посвятил на озвучании. Вася, Вася, Вася. Я, вот самое, там, когда влетаем, я говорю, Васька, пёс, держись рядом, изувечу, что я, как князь, командую своему какому-то. Ну, да, да, да. Вот, Васька, пёс. А вы с Тарковским вообще так вот в процессе съемок часто общались вот на такие свободные темы, или он все-таки держался нескольку в стороне от оттеров? Понимаете, какая штука? Есть режиссеры, которые не верят в себя, которые боятся, там, стул стоит, написано режиссеру, упаси бог, кто-то сядет. Когда режиссер не уверен в себе, это бывало ни раз, ни два, ни три. Не забывайте, кто вы есть. А есть режиссеры, которые верят в себя и никого не боятся. Никто его, он ответит кому угодно, разберется в чем угодно. Это и Володя Фокин, и, конечно, Андрей Арсеньевич. Есть такие, которые уверены и не боятся ничего. Когда я в первом фильме снимался, тоже душа горела, кипела. Лев Николаевич как-то не шибко для меня там Миша Казаков помогал, понимаете, когда он был, ну, как-то мы с душой дружка к дружке. Он хороший мужик был, да? Нормальный, нормальный мужик наш. Он открытый был вообще. Да, нормальный. Я с ним общался просто несколько раз. Вот в нем не было такого, знаете, второго плана как бы. Я говорю нормальный. Нормальный, рабочий, понимаете, и то, что он звезда пришел, а тут какой-то барахман. Ну, ничего подобного. Роль, все бы интересно. Вот, и я, это самое, когда Лев Николаевич, так сказать, там, ну, отсняли дубль, тыры-пыры, вот, а я отыграл дубль, и я ищу Мишка за кадром стоит. Я ему, как-то, нормально. Вот, вот так вот, понимаете, я ему, вот. Вот, и, да, но во мне кипело столько всего с юности, понимаете, вот. А, кипело оно дальше уже, кипело уже у Гурина, значит, на студии Горького. Тут как-то, тут как-то легче все проходило. Почему-то это не вмешивался. Миша, так сказать, ну, там, второй режиссер, Слава Березко, тоже нормально, нормально, все вели по этому, вот. Вот, а во втором там столько там было чего-то, хотелось, чего-то там запрещал, не делал так, не допущал никуда, вот. И там переживали, а снимаются, девчонки, которые поступали все в артистки, не приняли. Они, значит, на студии устраивались ассистентками, поэтому все с душой, понимаете, вот. И переживали как-то за меня, и учили меня, как мне своего добиться, что вот Вячеслав Васильевич Тихонов всегда требует свой дубль. Чтобы, так сказать, как я хочу. А, понятно. Вот. Потом я понял, что этим требованием свои, ну, даже если мой дубль сделают, потом его разрежут. Слушайте, но Тихонову было проще, потому что он нашел своего режиссера, у него Ростоцкий был. Я... Он практически все свои роли, такие знаковые, сыграл ведь у Ростоцкого, но и за исключением 17 мгновений, которые он играл Лёвова. Нет, у него было, слава тебе Господи, сколько у него было. Нет, ну, понятно, да, да. У него было. Легло, слава тебе Господи, понимаете, там все нормально. Вот. А стиль вот этот самый, со своим дублем. Ну, я понял, понял, да. Со своим дублем. А я нашел, понимаете, единственное, когда. Когда я явился. Ребята свои были. Гаврилов, Кремнев, молодые ребята, только что закончили в ГИК тоже. Вот. И это был такой фильм, назывался «Встреча на рассвете». Это он фильм назвался, как он в работе, я уже не помню. У себя дома, кажется. Вот. Это Анатолий Кузнецов, который сбежал куда-то в Англию, поехал, так сказать, в библиотеку, как она, этого британского музея. Ну, перепутал дорогу, попал в бордель, там что-то такое, в общем, ему это как-то... Вот. И вот тут у нас осудили, сперва его... А Анатолий Кузнецов это актер или писатель? Нет, 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 писатель. А, это писатель. Писатель, да, который вот что-то там у него про Ангару было замечательно, все, понимаете. А потом вот он вроде как предал наш коммунистический... Ну, да, да, да. Вот. И вот сбежал, его сперва на него молились, потом его проклинали. Вот. И вот по его сценарию, вот этот самый у себя дома. Вот. И я там, значит, этот самый какой-то, значит, этот, как его, Дон Жуан, который, ну, в деревне, пастух, который там всех, всех доярок, всех, значит, весь его... Обхаживает, да. Да, гарем весь его, понимаете. Вот. И он, значит, это самое... Оприходовал эту самую главную героиню. А потом, значит, еще на кого-то сменил. Она его послала. Он, значит, в общем, как-то раздавил она его совсем, поскольку он неправ был. А я говорю, ребята, я говорю, вот я уже женской какой-то не был, но я не слыхал, чтобы вот женщина так просто забыла первого своего. Кому она, так сказать, не по насилию, а вот по душе отдалась. Я говорю, что, в общем, что это не прошло для него даром. И Эдик говорил, правильно, это будет, это пижова победа, значит, что он такой. Вот. И, в общем, я их убедил вот этой своей линией. И благодарен и судьбе, и им, что они это приняли, и вот это мы сыграли. А фильм потом пострадал. Почему? Потому что автор Анатолий Кузнецов. Бежал. Анатолий Кузнецов, значит, все плохо. Значит, убрали его. У него были эти самые зрители, были, и какая-то критика была доброжелательная, понимаете. Но потом его убрали, потом наступила перестройка, его показали. В какой-то день провернули по телевизору и забыли про него все. А он для меня очень дорог-то именно потому, что я вот... Вы линию свою там все-таки отстояли. Ну, что меня, что я могу сказать, что я там соавтор. Что я не исполнитель по воле. Вот у Андрея Арсеновича Тарковского я исполнитель. Там моего авторства 0,0. Вот. Понимаете, дай бог было сделать то, что он просил. Понимаете, там вот он автор, там... Так вот, возвращаясь к Тарковскому, вы сказали, что вот два типа режиссеров. Так он прилежал ко второму типу, да? То есть, когда он был уверен в себе, да? Всегда. И это давало ему возможность общаться с актерами на равных, да? Да не только на равных. Он ведь, если со стороны посмотреть, что... Может, так сказать, что он чуть не издевался над Бруляевым. Они влюблены были в него, как дети, в своего любимого педагога, в свою любимую учительницу. Я не знаю, понимаете? Потому что все, что он... Ну, если... Ну, Бруляев, да. Потому что здесь вот он сидел, Николай Петрович. Да. И обе программы, которые мы с ним писали, у него только Тарковский, Тарковский, Тарковский. Правильно? Вот, вот. Я угадал, понимаете? Да. И Толя Солоницын, то же самое, то же самое. Вот та же самая беззаветная любовь и все прощения. Ну, как Коля ехал на заднице с этого самого... С холма. Ну, как с холма, да, когда он глину-то нашел, понимаете? И чего ему это стоило, понимаете? Особенно не ему, а его заднице. По этим покабушкам проехаться, понимаете? По этому, по гладкому. Ну, да, да, да. С моченым дождем. Вот. И о Толе, он же не разговаривал, когда там что-то... Как вот он, молчание. Он не разговаривал месяца-полтора, чтобы... А как после этого? Ничего себе. Да. Это такое вхождение в роль, то есть желание в роль. Да, это такое беззаветное служение, понимаете? Потому что служили они тому, что необходимо было. А атмосфера на этих съемках какая была? Товарищеская, дружеская? Да, абсолютно. Там же и Никулин ведь снимался, то есть вы и с ним тоже там. Ну, с Никулем мы, да, да. Да, понимаете, как-то у меня получилось, я как-то с лошадьми больше там это самое общался, вот. И даже мой этот самый, там же и дружба была Лапиков, там Савва Ямщиков, понимаете? А я с ними ни с кем не общался. Вот у меня было освоить лошадь, понимаете, ее после этого отогнать там 7 километров или 5, я не знаю сколько-то. И 5 километров пешочком назад, успевая к ужинам, не успевая, как Бог даст, тоже, понимаете, надо было, чтобы с лошадью быть немножко на ты, а не на, ой, не знаю. То есть, условно говоря, там рабочие моменты, они не давали возможности участие. Да, 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 потому что я с лошадьми, я к ним к лошадям хорошо отношусь, очень хорошо. Как спрашивают солдат, девок любишь, а они тебя, и я их тоже. Вот я говорю, я так же к лошадям. Я не знаю, как они меня, я к ним тоже. Вот, и поэтому это было и по душе, и по нужде, и, в общем, а это разговоры там, это все. В общем, лошадь, мы день снимаемся в этой самой, там, кольчуга, все, потом кольчугу снимаем, отогнать на колюшню, там, 5 или 5, по-моему, километров. А кольчуга была не бафтафорская, настоящая, да? Нет, нет, она не живая, да. То есть килограммчиков, там, 12, 20 даже. Ну, тез ее, я знаю, но очень хорошая. Ну, в общем, понятно. Висела, да. Да, да, да. Висела, вот. А вот после Андрея Рублева, где-то через, наверное, года 4-5 вы снялись в знаменитом фильме «Земля Санникова», да? И это было. И вот немножко об этом фильме и о тех актерах, которые... Там страшное дело было. Там Леня Попов из документалистики принес на студию восхитительный, изумительный сценарий. Вот эта самая «Земля Санникова». Вот. Он и экшен, и приключения замечательные, с идеей, ну, великолепный. То, что любил всегда зрителей, то, чего так не хватало на советском экране. Да, 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 да. В общем, с восторгом это начали все. Приняли, дают ему картину. А на «Мосфильме» кто-то, Андрюша Смирнов, по-моему, рассказывал, как-то он попал, режиссеры при «Мосфильме», которые были. Обсуждали, что там режиссеру нужно, что не нужно. Я удивился, сколько режиссеров у нас, понимаешь? Вот. Но снимали не все. И не всегда, понимаете? Ну, да, да, да. Вот. И когда пришел этот Леня Попов... А Попов, он был режиссером. А? Он был режиссером. Он принес эту самую. Он режиссер. А у него что-то за плечами уже было? Или это его волокиры? Это я не знаю. Он откуда-то с документалистики пришел вот с этим сценарием. На восторге был сценарий принят. Но в это время коллектив, вот тут против коллектива можно понять. Коллектив режиссера, что такое? Мы сидим. А какой-то там пришел, неведомо кто чего. Вызывают Леню и говорят, Леня, вот надо кого-то, кого бы вы хотели? Леня говорит, да те, кто что-то соображает, те снимают. А эти, в общем, какая, которые я не снимаю, мне говорят, вроде как все равно. И ему дали Альберта Саркисовича Макартычана. Помощник? Сорежиссер, да? Сорежиссер. Ну, в общем, Альберт Саркисович как-то выжил и этого. И, в общем... То есть, в конце концов, остался он один единственный, да? Олег, в общем, на площадке я Леня не встречал больше никогда. Вот. А на площадке у них стихотворение было, когда они снимали на Балтике, на Финском заливе. Вот. У них такое стихотворение. Сидим в дерьме на волчьих шкурах, Дворжевецкий Витцин, дальше Акуров. Вот. И все они возмутились этим режиссером, что что-то там не так. И, значит, чтобы обратились, что как-то уж очень как-то он всем... Хотя, вы понимаете, вот много и у меня было претензий. Но я знаю одну сцену, гениально Альберт Саркисович решил. Понимаете, когда вот эти анкелоны, и когда там этот самый негодяй, шаман... Махмуд СМБ его играл, да. И помощник, которому он велит что-то такое сделать. Понимаете, ну, велит начальство, велит это самое. Хорошо буду делать. А этот самый показывал... Кричал с восторгом, понимаете. Ну, в общем, как по-анкелонски. В душу анкелона он влез. Я не могу тут его... Вот. Но остальных масса было всяких претензий. Только стоп. Значит, судя вот по этому шутливому стихотворению, четвертым был Шакуров, а не вы. Нет. А вот, понимаете... Вот так вот дальше я об этом и разведу. Что, значит, тема хорошая, костюмы, все замечательно, понимаете. Но режиссера бы вот как-то бы другого. Вот. И, в общем, они объединились все. И оказался верным этой самой идее один Сергей Каюмович. А-а-а. Который сказал, что против. Потому что Олега уговорили как-то нежно с этой стороны. Витцину вообще на все наплевать всегда было. Как-то вот он там, он сам по себе и ни во что не... Но йога. У Дворжецкого... Да. А у Дворжецкого у него там семьи где-то там и сям. У него тоже забота не до того была. Вот. И, в общем, остался один Верин Шакуров. Его убрали. А-а-а. Его убрали, значит, туда попал я, не зная ничего, понимаете. Потом я тоже так же возмущался. Потом Альберт Саркирович и меня хотел убрать. Ему сказали, да сколько ж можно. Одного убрал другого. А, понятно, понятно. И вот таким образом я там задержался. Я, кстати, вот по поводу Георгия Михайловича-то... То есть он вообще был человек как бы сам себе. Он... То есть вещь себе. Да-да-да. Не в компаниях, ничего. Ну, я не помню этого. С Махмудом было, так сказать, дружба. Ну, с Махмудом я сам дружил. И был у него много раз дома. Дружба, это же скоморох. Да-да. Это же, я думаю, у меня коленки. Хлебосольный очень человек. Приехал, и Махмуд, и Махмудик там у нас это самое. А Махмуд привез этому... Аллергику этому привез, фруктов привез, понимаете. А, понятно. Ну, по-человечески все. Ну, дизентерия обычная, да? Ну, нет-нет-нет, аллергия какая-то была. Аллергия какая-то, сыпь выступила. А кто-то сказали, что на вторую стадию сифилиса похоже. Похоже. Мраморная сыпь какая-то, понимаете. Вот. Ну, в общем... То есть съемки были, так скажем... Веселые. Веселые, да. Веселые, да. Разнообразные, веселые. Вот. И душевные, и замечательные, понимаете. А снимали вот, ну, понятно, Кронштадт, а еще где снимали? Вот эти скалы, это... Это снимали, значит... Мурманск где-нибудь там, нет? Карелия? Нет, это... Нет-нет-нет, это снимали Кабардино-Балкария. А, вот так? Да, горы, вот это самое Кабардино-Балкария. Вот. Ну, и ездили там снять вот эти, когда это без актеров ездили. Ну, досье в Теппе. На долину этих самых гейзеров, это все там... А вы с Олегом Далем так вот общались вообще? Да, и с Олегом, и с Владом, и... Ну, только Георгий Михайлович сам по себе был. А мы все и с Махмудом... Как он по-батюшки-то? Махмуд Алис Султанович. Я, кстати, когда его так называл, он мне все время говорил. Тебе что, мой отец плохого сделал? Что ты его все время поминаешь? Ну, у них у чеченцев принято называть по имени, да? Нет, Махмуд это солнышко, это восторг. Это, в общем, я приезжал, у меня семья, там, года полтора, моими рассказами о Махмуде. Ну, да, 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 да. А скажите, пожалуйста, а вот если так вот со стороны посмотреть, и Олег Даль, и Владислав Дворжецкий, они уже давным-давно ушли из жизни, да? Как говорят, большой видится на расстоянии. Вот их сейчас очень часто называют гениальными актерами. На ваш взгляд, это действительно так? Или это просто профессионализм? И все-таки говорить о гениальности этих людей не стоит? Понимаете, ну, мы же с этим самым, мне какие-то эти самые, итальянцы удивлялись, как мы легко бросаемся словом гениальный. У нас гениальный вот Леонардо да Винчи, а больше остальное как-то поскромнее. А мы, это самое, гениальная баба, гениальный там актер, понимаете? Вот, нет, они шикарные, блестящие актеры, понимаете? Арик Ливанов говорит, что, ну, были фильмы, как фильмы, сегодня смотришь, ты говоришь, гениальные фильмы просто по сравнению с сегодняшним, понимаете? Ну, да, 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 к сожалению, да. Вот, были верны истине. Школа была совсем другая. И были верны идеологии, простите меня, идеологии, потому что отменять идеологию – это только в угоду цивилизованному миру, которому наша идеология вот так против горла встала. Вот, у меня на эту тему, я сейчас на идеологию можно отвлечься, понимаете? Вот. Скажите, пожалуйста, а вот после фильма этого «Земля Санникова» у вас еще была очень яркая запоминающаяся роль, это знаменитый фильм. Маленькая. Нет, нет, до маленькой вермы дойдем. Это знаменитый фильм тоже по роману Юрия Бондарева «Горячий снег», да. По-моему, его снимали где-то в начале, в первой половине 70-х годов. Да, где-то. И там ведь блестящая когорта, там и Жонов, там и Анатолий Кузнецов, там и молодой совсем еще. Там и Бешенолиев, Болот Бешенолиев. Да, там Николай Еременко. Да, Коля Еременко и Борьков Токарев. Токарев, да, да. Ну, хорошая компания была. И это, в общем, у меня две картины по Юрию Васильевичу Бондареву. Вот. И к тому времени, когда затевался «Горячий снег», я уже так навоевался. Мне уже так это вот так вот было. Ну, Бондарь, ну, хорошо. То есть вы в других фильмах снимались о войне, а в каких-то пиздочных? Да, очень много, много. Ну, тут подряд. Последние залпы в трудный час, и дальше-дальше там это самое, освобождение. Ну, чертова бездна. А, слушайте, вы в освобождении сыграли замечательно власовцы, кстати, да? Да, да, да. Вот, скажите, давайте мы немножко вот об этой роли, а потом вернемся «Горячего снега». Господи. Нет, но все равно. Ну, да нет, ну... Почему у вас Озеров на роли власовцы? Это надо Озерова спросить, не знаю. Не знаю. Ну, меня, например, меня приглашал Василий Маккард Шукшин, вот, Степана Разина, на брата. Правда? Да. На брата, потому что, в общем, что он якобы, так сказать, внешне он вроде воин, а внутри вот... Гнильцой. Гнильцой, понимаешь? А вот, 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 но это не случилось, причем вот даже такая была, кто-то мне подсказал, жена, что ли, подсказала, что там, там же еще брат Иван был, которого уничтожили. И уничтожили бояре, вот, что, значит, есть, поскольку я с братьями, у меня ничего, то вот Ивана, так сказать, и этого фрола. Ну, картина не пошла, ничего не получилось. Ну, да, да, ему... Все это мечты и фантазии, вот. То есть у вас там был просто эпизод вот в освобождении? Да, 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 сняли это самое. Да, 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 да. Сережа Никоненко... Так умри, умри, говорит, как... Да, 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 Сережа Никоненко заехал у меня по морде автоматом. Но он серьезно заехал, по-настоящему? Ну, так, от души, да. От души? Потому что Сережа, у него не было педагогом Немировского, понимаете, который сказал, что все только по нему, чтобы не навредить партнеру. А-а-а. Удар мимо, удар мимо, удар мимо, все, шпага, меч, стык, нож, кулак, нога, понимаете, но все только мимо. А он с аттестфакцией не получил Никоненко после этого? Нет, нет, нет. Или он проставлялся каким-нибудь этим? Нет, нет, нет. В горячительном напитке. Нет, я его люблю за то, что он артист хороший. Но он хороший действительно актер. Да нет, да. Все нормально. Мне говорят, он и человек еще приличный. Да не дурак, слава богу. Да, да, да. Так вот, и вот, значит, «Горячий снег». Вот как снимался этот фильм? «Горячий снег», когда меня это самое, туда и завлекали, я говорю, ой, ой, я что-то навоевался. А мне говорят, знаешь, где снимать все будет? Где? Под Новосибирском. О, согласен. На родину согласен. На родину согласен. И тогда там еще была эта самая, там, как его, старшина, который обед развозит, там маленькая. Я говорю, нет, ну вот этот вроде как-то тут поинтересней. Вот. Выбрал я этого ухана, как-то, в общем, так сказать. А, то есть вы сами выбрали эту роль, да? Вроде да. А кто там был режиссером, напомните? Режиссер был оператор, бывший Еги Азаров. А, понятно, да. Вот. Там главных решались эти самые, то, что Токарев, то, что Еременко, понимаете, это вот сбоку припеку слегка. И, ну, слегка, ну, само, очень интересно. Я говорю, что это, в общем, там, обед развозить, а тут все-таки какие-то, в чем-то принимаю какое-то участие. Вот. Ну, отдали мне это самое, и там уже я всяко-разно искал, и, ну, спорил, не спорил. Какие-то вещи, в общем, не знаю, может, не совсем интеллигентно, но делал по-своему. О, угу. Вот. По-своему, не по-своему, а по тому, как мне ситуация диктовала. Понимаете, когда только что первая бомбардировка прошла, и там старый солдат куда-то зарылся, там какой-то разбомбили какое-то, это самое... Ну, а босс там какой-то, да? А? А босс какой-то там лошадей побил. Нет, ну, когда бомбили нас, и какой-то осколок вывернул эту самую нору мышиную. Вот. И надо было эту мышку брать. Вот я говорю, я не могу это оправдать. А решила, кто тебя обвиняет, что-то там оправдывается. Это, что, в общем, по ситуации, ну, не до мышки мне было после этого, когда смерть прошла над головой, понимаете, еще мышкой чего-то такое. А, а это в сценарии было, да? Ну, да, что-то, я не помню, в сценарии там надо было, вот это я... То есть вы отстояли свою позицию, и этого кадра не стало, да? Да, 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 не... А вы всегда, вот, когда снимаетесь, вы вживаетесь в роль, и ваше видение роли вы по-любому режиссеру, или это не всегда так? А не какая штука. Бывает, что вот Женя Герасимов, он чуть-чуть не так видел, как я. Но это тоже было убедительно. Ну, хрен с тобой, понимаете, понимаете. А это о каком фильме идет речь? «Не ходите девки замуж», нет? До того. А, до того. Там Русланова, по-моему, Слава. Русланова, жена моя, Слава Невинная, вот это вот, вот. Так, кстати, Игорек Охлупин снялся в «Маленькой роличке». Да, да, да. Ну, бог с ним, мы плакат этого фильма найдем. Я говорю, что, в общем, он чуть-чуть в каких-то в деталях, в подробностях. Детали были не мои, но не против смысла, понимаете? Ну, на здоровье так, тебе хочется на здоровье, понимаете? Только не принципиально было. Понятно, понятно. А когда принципиально, когда я... Ну, не могу я понять, как, понимаете, прошла только, потому что смерть первый раз, какой бы он ни был, понимаете, он живой человек. Я знаю, у меня над головой как-то раз стрелили из ружья. Я помню это впечатление. Ну, понятно. Очень хорошо, понимаете? Мы были, снимали что-то, бокс какой-то там, боксеры шли. И потом какой-то виноград на юге, в Крыму. И, значит, там какую-то бабушку мы там обедили, ободрали виноград, а у нее еще главный был. Бабушка с пустая была, а тот был с ружьем. И мы, значит, идем в компанию, хи-хи-ха-ха. И вот он над головой у нас пульнул разочек. И как-то юмор прекратился. Ну, понятно, да. Потом за угол зашли. Да он бы вообще бы. Я говорю, ребят, да что же вы там-то молчали, родники мои? Как-то вот там не смеялось, понимаете? И вот я не мог это самое. Ну, командовал мною, я не знаю, образ мой, время. Я не знаю, что командовал. Ну, вот не до этого самого, не до мышки мне было, понимаете? И я говорю, это не потому, что я вредный, а потому что я верил в ситуацию, что тут не до мышки дело, понимаете? Слушайте, а вот во время этих съемок вы общались там с тем же Жжоновым, с Кузнецовым? А как же? Ну, все по-разному, все по-разному. Жжонов изумительный мужик. Нам в Щукинском училище преподавала вдова Бориса Васильевича Щукина, Татьяна Митрофановна Шухмина, вот, преподавала грим. И говорил такие вещи, что, значит, с молоду, ну, что папа с мамой дали, то, значит, тот ты и несешь. А к старости на лице появляется маска. То выражение, которое у тебя было, ты радовался всему, улыбался, понимаешь, перетягиваются эти. Если ты этим недоволен был, господи, всем понимаешь, то вот эта маска, понимаешь, отражается на лице. И вот в смысле этой маски, я говорю, как подурнели красавцы. Миша Казаков. Ну, Вася Луновой, он же красавец был. Я бы сказал, да. Вот, но я его не хотел тут. Стриженов. Стриженов. Тихонов. Тихонов, да. И к старости как-то увяла красота, понимаете. А ведь Георгий Жонов ведь с молоду-то урод был. У него вот эти самые альвеолы вылезали у рыб. Ну, а к старости глаз не оторвешь, потому что вот такой вот мужик, понимаете, прошел лагеря, прошел и остался человеком и там, и сям, и в кино, и где хочешь, понимаешь. Вот. То есть это вот человек изумительный. Вот. Поэтому. А этот Еременко как вам запомнился? Ну, Еременко пацан, он жил у меня, господи. Во время съемок? Нет, потом. А потом, да? Ну, что-то где-то у него какие-то сложности были. А, семейные какие-то были. Ну, какие-то, да, чего-то такое. И он у вас там перебивался. Ну, ночевал он у меня, перебивался у меня, даже это самое. Ну, ладно, тут. Жалко, молодой мужик совсем. Жалко, жалко, жалко. У него отец был замечательный актер. И он тоже. Вот. У меня жена просит про нее напоминать. Она там пошутила, чего-то такое. Он ночевал у меня, а я звонил. А ты чего от меня привет не передала? Да, я же после того, что вчера было. Что вчера было? А он пьяный был. Вот. Потом она сказала, что она пошутила. Он переживал, да, я понимаю. И ушел он, понимаете. А. И ушел, потому что он в этом состоянии не очень памятный. Он не очень за себя отвечал. Ну, это многие, слушайте, в таком состоянии. Вот жалко, понимаете, когда начинают вот этим мерить. А потом она переживает до сих пор, как она, ну, так весело пошутила. Ну, да, бывает, да. Человек что-то скажет не со злобой. Вот, вот, ну, как ради смеху, понимаете. А потом получается, что она обидела и... Ну, ну, просто, да как ты, как ты могла, как я, я, Юрку, да чтоб я такую пакость совершил. Да ты что, что ж ты ж. Вот, ну, она немножко об этом не подумала. А скажите, пожалуйста, вот наша программа, к сожалению, вот подходит к концу. У меня, может быть, пару вопросов. Вот, перед вами прошла такая целая плеяда выдающихся советских режиссеров. Мы про российских будем говорить потом. Вот кого бы вы с точки зрения профессиональных качеств и человеческих качеств все-таки выделили? Ну, условно говоря, троица. И второй вопрос. Понятно, что актерская среда – это не только совместные съемки, выпивки, дружба, разлады и так далее. Но это еще и, ну, взаимные, так сказать, какие-то вот конфликты и так далее. Были ли у вас конфликты вот в этой актерской среде? Если да, то с кем? Вот по поводу режиссеров и по поводу вот этих конфликтов. Ну, режиссеры, конечно, Тарковский, Юрий Павлович Егоров. Ну, это то, что по мне проехало, да. Фокин Владимир Петрович. Который только что, тоже недавно ушел из жизни. Как? По-моему, он ушел, нет? Да вы что, по-моему? Нет. Фокин, это который снимал... Александр Маленький. Да, Александр Маленький, он, по-моему... Александр Маленький, еще что-то было у меня снималось. Он... По каких-то женах у меня полиции Мака, значит, было. Это супруга Фарады, да, Семена Фарады? Да, 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 да. Там Катя Райкина снималась, я не помню, как это называлось, вот, у Фокина. Еще что-то было с Фокином, ну, в общем, ну, режиссер, нормальный режиссер, понимаете? Нет, ну, я сейчас будем вспоминать, вот. Вот, а по поводу... Нет у меня как-то, понимаете, я хороший, хочется мне сказать. То есть вы человек неконфликтный, поэтому... Да, и, в общем, было, когда один артист, я не буду его называть, что-то долго рассказывать, понимаете, в общем, он... Где-то он вякнул насчет того, что я против линии Коммунистической партии. Против чего? Против линии Коммунистической партии. Это был какой-то 77-й год, и я благодарил Бога, что это был 77-й, а не 37-й, понимаете? Вот, ну, так он с большого ума, так сказать, вякнул, пукнул, вот. А он жив, этот актер сейчас? А даже я этого не скажу. Не то, что не скажу, просто не в курсе. А, понятно. Не в курсе, не знаю. Вот. И... А я благодарен ему, понимаете, когда где-то я вышел выступать, где-то мы, ну, какие-то фестивали, я не помню, и он послал Маколу Гнесюка, гениального этого фотографа, скажи, говорит, Юрке, у него ширинка расстегнута, понимаете? А я что-то такой, ну, почему, я не знаю, почему это, вот. Я благодарен за это, а за то, что вот я у меня этого самого, что я против линии партии, понимаете, то, что могло 40 лет назад не так обойтись. Ну, да, стоит, да, карьеры в том числе, да. Да какая там карьера, там и жизнь бывала всякая разная, понимаете, противник. Вот. А так, в общем, в основном как-то, как-то обходилось. Понятно, хорошо. Я никого никогда не завидел, ну, господи, да ладно, не. Например, мне Андрей Арсеньевич Тарковский говорил, что, в общем, я ближе был к нему по возрасту, и, в общем, Николку, да, ну, то, что Коля сыграл в бурлете, вот, что Николку, он вроде, так сказать, как-то на меня рассчитывал, ему показалось, потом Коля переубедил, и великолепно получилось, что по возрасту совсем иное, понимаете? То есть, если я бы, как был бы плохой, я бы, ох, я же хотел Николку, Николку, а вот Коля такой-сякой. Умница, Коля, низкий ему поклон, понимаете, и от Савы Емщиковой, и от Андрея Арсеньевича, и, наверное, от Андрона Сергеевича, понимаете? Все на месте, все на месте. И ни грамма у меня к этому нету никакой, понимаете? «Ах, это я бы мог бы быть!» Ну, да, да, как у Мордюкова, например, к Быстрицке, она всю жизнь ей попрекала. Этим Мордюковой гениальная актриса, гениальная, у него глаза разные в разных этих самых, понимаете? Но тут она, и она столько наиграла, понимаете? И, ну, сама себя вот этой дурью, вот этой самой актерской завистью, я не знаю, как это называется, понимаете? А я, слава Богу, я и актерам-то себя не шибко считаю, понимаете? И вот этого его тут нету у меня. Вот сложилось, слава Богу, сложилось. Ну, не сложилось. Ну, да, не гневи Бога называется. Обид было до чертовой матери. Ну, понятно. Всевозможных от режиссеров, от больших режиссеров. Были обиды, понимаете, которые говорили, что снимать будет, а потом снимали кого-то другого, не сказали, не предупредили. Всякого хамства у нас хватало на все куры. Ну, естественно, да. Вот, понимаете? Ну, ну, Бог с ними, ну, так-так-так, понимаете? Ну, что, слава тебе, Господи, за то, что есть. Понимаете? Я вот в Бога не верю, только постоянно благодарю. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, что, понимаете, что... Вот за то, что есть. Понимаете? Что-то, что-то удалось, понимаете? Ну, не все, о чем мечталось. Ну, и что с того? Ну, да. Ну, может быть, тогда последний вопрос. Скажите, а вот среди актеров, то есть среди ваших братьев по цеху, с кем у вас вот сложились по-настоящему дружеские, искренние отношения, с кем вот вы прошли, что называется, по жизни? Ну, по-моему, было, как сказать, ну, складывалось, потом разладывалось, раз... 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 разладывалось. Разладывалось, да. Вот. И с Владом Дворжецким дивные отношения, и нормальные, с Олегом Далем, понимаете? И... ну, я помню, Гжора Совчис, Валерка Носик, это вот, так сказать... Ой, Валера Носик, это... Ну, вот золото, понимаете, да, 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 да. Я его увидел в Малом театре, это вообще, ну, настолько виртуозный актер. Да, 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 причем он, понимаете, он актер был, он не выходил из актерского состояния никогда, он все что-то изображал, все, как вот придурка, хромого, косого, горбатого, слепого, понимаете? Изумительно, я до сих пор... И в чем его счастье было, что ему завидовать было некому, понимаете? Он уникальный был, и то, что не такое... Но его в Малом называли Солнышко. Солнышко, правильно. Причем я на похоронах не то был, не то слыхал, что в Малом тебя там все кланы какие-то зверстили. Это давно, да, 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 да. Ну, я сейчас не знаю, давно было. Вот, а когда явились все, потому что он никому ничего не перешел, его роли ни на кому ни нахрен не нужны были, понимаете? А он их делал так, что дай бог. Ну, с Кириомеркой, с Николаем, да? С Кириомеркой, с Николаем, вы дружили, да? Да, нормально все. И с Борькой Токаревым, и, ну, кто еще? И с Михаилом Михайловичем, понимаете? С Кажаком, да. Михаил Михайлович, когда побывал, так сказать, в Израиле, потом где-то ему встретили, ну, друг, ты мне подашь, я говорю, да на, жалко, что ли, понимаете? В общем, никаких этих самых, каких-то глубоких там этих самых всяких, понимаете? Нет, ну, были какие-то, ну, идиотские какие-то, кто-то по пьяни, кто-то чего-то, понимаете? Нет, а так все мирно было как-то. По-моему, я вот это мое много, как сказать... Галучие. Говорение. Многотворение, когда 312, что ли, мне сказали, кто-то насчитал, я не знаю, понимаете? Кто-то 200, кто-то 300. Это, вероятно, потому что я вот тихий, скромный. Неконфликтный. Да, и меня, и это самое... Но вас нельзя назвать неконфликтом, если вы все-таки свое видение роли отстаиваете и у режиссера. Ну, я отстаиваю... Это не сервилизм, извините. Я отстаиваю не за грудки, а я это самое... Ну, ведь так же лучше. О, ты думаешь, да что в конце концов, пускай это будет пиргова победа, но... Понимаете, если убедил я, понимаете? Если я делаю свое, и если он не полную мумуру, понимаете, как это... Ну, пожалуйста, давай, как ты хочешь, понимаете? Вот. Все-таки ты главный, ты... Ну, господи, я снимался третий тайм. Карелов Евгений Ефимович. У него двух одинаковых дублей он не снимал. Разные. Ты хороший, ты плохой, ты... А там он ставит, что ему надо. Понимаете? Понятно, понятно. И с уважением, пожалуйста. Мы материал. И нечего выюживаться. Это, как этот, кто-то рассказывал, то ли сам Ефремов Олег, то ли про него рассказывали. Снимали какой-то фильм про юных пионеров, я сейчас забыл. Про становление пионерской организации. И вот ходили эти, значит, пионеры и искали вот первых, так сказать, пионеров. Ну, да, да, да. А он там алкоголика сыграл. А он уже был главный, значит, режиссером ХАТ и так далее. Ну, тут ему играть-то... Так нет, он приходит, значит, после работы и так далее. Снял четыре типа, значит, а режиссер говорит, снялся, вот выбирай. Да, да. Вот выбирай. Нет, потому что снимает режиссер, автор-режиссер, мой материал. Понимаете? Но если где-то я могу быть соавтором, ну, что спорить с этим самым, как его звать, с Андреем, понимаете? Все, дай бог сделать. Дай бог сделать. Спорить не о чем просто. Ну, да. Ну, вот с Юрием Павловичем Егоровым. Я говорю, у меня там что-то вот можно так? Нет, миленький будешь, вот это самое. Крутись, вертись, как хочешь, понимаешь? А вот это годится, пожалуйста. Нормальная, так сказать, творческая... Рабочая, рабочая. Рабочая, да, понимаете, без этого самого... Причем даже мое, это самое, Юрий Павлович, как-то он за меня, говорит, вот, говорит, артист пришел, понимаешь, не то, что на цилах, а что прикажете. Говорит, а вот тут так, а тут не так. Может, он не прав, понимаешь, но у него свое мнение есть. Он меня даже за это, понимаете, как-то выделял. Слушайте, а вам не приходилось встречаться на одной съемочной площадке, там, например, с Ульяновым, Яковлевым? Приходилось. А, да? Насчет Яковлева я что-то не помню, где-то он ко мне хорошо относился. Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, да. Я у его сына снимался где-то. А. У его сына. И где-то, в общем, как-то мы, в общем, так сказать... Пересекались. Ну, так, взаимоуважительно. Ну, его-то боготворить можно, понимаете. Ну, и он ко мне как-то так нежно... По-товарищески относился. По-товарищески. А с Ульяновым мы снимались. Снимались, и это самое нормально все тоже как-то... Да Ульянов. Ульянов, он преподавал у меня. А. Он преподавал. Я его обожал. Это самое... Еще когда студенты были. Тут мы с Васей Ливановым не расходились, понимаете. А. Ульянов – это да. Вот. И я говорю, Ульянов – это да, понимаете. Ну, понятно. Ну, вот. Ой, слушайте, так вот я слушал, вы и слушал. Мы обязательно с Вами еще раз встретимся. Поговорим и о других Ваших работах, в том числе о знаменитом фильме «Маленькая Вера». Да и не только. И обязательно поговорим о современном состоянии нашего кинематографа. Я думаю, что здесь есть о чем поговорить. Причем поговорить довольно откровенно, да. Тут я открытие сделал, понимаете. Что, в общем, для меня не социализм и капитализм, а социализм, коммунизм и индивидуализм. Понимаете. И то, что мы сейчас на... Настроили. Задрав штаны, кинулись бежать за индивидуализмом. Это мы глубоко-блубоко неправы, понимаете. И то, что декоммунизация – это бред. Не знаю, какой там кобылы, понимаете. Причем это в угоду цивилизованному миру, в угоду вот этому самому обесчеловечиванию, понимаете. Это в угоду вот этого самого озверения. Да. Понимаете, вот. В общем, наш изумительный коммунизм был... Да здравствует коммунизм. Да здравствует. Мы обязательно поговорим на эту тему. Я думаю, что... Там по-человечески было все. Да, да, да. И на эту тему работали Исхилы, Сафоклы, Еврипиды, Шекспиры, Мольеры, Толстые, Островские. И Николай Александр Николаевич Островский. И Николай Островский, понимаете, как закалялась сталь. Откройте, ребятки, почитайте. Понимаете, вам жить захочется. Вот чем дорога мне наша советская кинематография, что от нее жить хотелось, понимаете. А вот от их всех, от ужастиков, вот эти все, понимаете. Шахназаров Коран об этом говорил. Слава тебе, Господи. Что нас даже нацеливали на это. Нам все время говорили, наши старшие товарищи, для чего вы работаете в кино. Да, да. Для меня, понимаете, кино было как кафедра. Человека возвышить надо. Кафедра, чтобы научить, дать людям. Не для того, чтобы... Покажите, смотрите, какой я ненаглядный. Вы такого больше никогда не видали, не увидите. Понимаете, нет. Вот какую-то, что по-человечески жить, интересней. Интересней, понимаете. И праведнее, и правильнее. И жизнь сохранять надо, а не, понимаете, а не собственный карман, куда нас сейчас повернула вся эта цивилизация. Врет никакая цивилизация. Потому что они когда про баню услыхали, они обалдели цивилизованный мир. Хлещут себя вениками. Это не избиение, а омовение, говорит. И они еще нас учат паразиты. А сколько они наврали? Наврали про... Не убивал Иван Грозный своего сына. В 1950-е годы их сгумировали. Нет следов от этого самого, от посоха. Понимаете? Вот следы ртути или там чего-то и у Ивана Васильевича, и у Ивана Ивановича, и у матери, понимаете, есть. И по сей день вот это мура, понимаете. Петр Великий говорил. Чуждые историки о народе нашим бесприлежным любопытством писали. Так давайте разбираться, ребята, в нашей собственной истории, судьбе. А у нас столько хорошего. Дури полно. Выгребать, выгребать. Ну и хорошего, замечательного. То времени нет, а то бы я сейчас наговорил. Ну мы обязательно поговорим. Спасибо вам большое, Юрий Иванович. Спасибо, Жень. Прости, я тебя, Жень. Нет, ради Бога. Евгений Юрьевич, прости. Спасибо. Нет, нет, все нормально. Спасибо. Ну а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз вынужден раскланяться. Всего вам доброго. До новых встреч.